У тяжеловесных машин тяжелые времена. В самый пик строительного сезона с 1 июня по 1 сентября в Благовещенске запретили движение грузовиков тяжелее 14 тонн. Вот посмотрите, вот этот знак, он висит, 14 тонн. 14 тонн знак, обвешан весь город. Мы собрались тут переговорить между собой, чтобы нас услышали, чтобы какие-то выходы сделали из этой ситуации, чтобы оставили какие-то дороги, по которым могут ездить люди, которые могут потом эти дороги обслуживать, а не просто взяли и закрыли дороги. Чтобы передвигаться по городу, нужно получить специальное разрешение. Бумага на три месяца обошлась предпринимателю Андрею в 15 тысяч рублей на одну машину и на специально выверенный маршрут. Но получить разрешение могут не все машины. По ГОСТу все дороги города проектируются из расчета нагрузки 10 тонн на ось. Под эти стандарты не подходит многое техника. На Шан-Си получали, не дали разрешение, потому что он превышает по их меркам грузовую массу. Не дают. Две недели ходил, просил, ни разу не дали. На КАМАЗы дали, на Шан-Си, на китайскую технику не дают. На митинге не было одной из крупных компаний «Бурея ГЭС-строй». Хотя это ограничение касается и ее. Ведь компания строит золотую милю. Уже «Бурея ГЭС-строй» перешла на технику более низкой тоннажности. Они уже все машины, которые осуществляли перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузовиков, они уже поставили на приход. Они уже работают другими машинами. Ну плюс еще они завозят туда баржи. В компании это подтвердили, но добавили. Переход на более легкие грузовики – это увеличение числа поездок и расхода ГСМ. Остальные предприниматели, у кого такой техники нет, поставили машины на прикол или сознательно нарушают. У многих десятки контрактов, которые тоже надо выполнять. За такие поездки юрлицы могут заплатить штраф до полумиллиона, должностные – до 20 тысяч рублей, водители – до 2,5 тысяч. Последние могут поплатиться и правами – до полугода. У некоторых предпринимателей до 50 человек работают, водители. Как бы сами понимаете, сколько за ними людей. Сколько вы штрафов уже заплатили? Ну вот, одна остановка – 2,5 рубля. Было 3 остановки. Это лично у меня, допустим. За соблюдением закона следят на всех въездах в город. Только один экипаж ДПС в день может остановить несколько десятков машин. У большинства нет разрешения. В администрации все меры объясняют желанием сохранить дороги и заодно провести своеобразный учет большегрузов. Теперь перевозчики вынуждены обращаться к чиновникам за разрешением. Только за месяц пришло столько, сколько за весь прошлый год. Владельцам техники, которая не проходит по нагрузке на ось, могут предложить только один вариант. Мы имеем право предложить ему, чтобы данный водитель, юридическое лицо, кто бы там ни был, заказчик так называемый, чтобы они провели первое – техническое испытание дороги на всем маршруте движения, который им необходим. Второе – разработали мероприятие по усилению этого дорожного полотна. И третье – после этих мероприятий они вправе заходить и ездить. За тяжелую технику, похоже, взялись всерьез и надолго. На пяти въездах в Благовещенск собираются установить пункты весового контроля в ближайшие несколько месяцев. И тогда ограничения в 14 тонн снимут. Но предприниматели все равно уже не смогут максимально нагружать свою технику, что для них очень невыгодно. Чтобы договориться с перевозчиками, власти предложили создать рабочую группу из представителей администрации, перевозчиков и водителей. Первое заседание рабочей группы пройдет уже в эту среду. Ольга Канюшкина, Василий Пронькин, Альфа Новости.